Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Португалию Сидмерс Цивилизейшн 6 с последним патчем и на 8 человек. Если вы случайно наткнулись на это видео и не знаете, что происходило в начале, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании этого ролика. А также напоминаю, что спонсоры канала всей серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку, всем остальным приятного продолжения просмотра. Давайте будем мусульманами тогда. Храмы и святилища культуры, международные торговые пути, блюдо золото с городами со священным местом. Ну мне кажется, вот это реально верование для Португалии такое ощущение. И давайте может защитник веры возьмем. Так, пока сюда. Давайте варму, чтобы торговый этот появился. Блин, опасно, тут варвары прибегут. Мне бы, блин, ну... Я его, главное, не проатакую. А, слушайте, у меня до сих пор стоят. Давайте я построю в Лиссабоне. Вот за один ход галеру. Вот. Слушайте, а гавани где? В навигации по звездам. Ну, очевидно, мне сюда надо идти. Так, и... Мне эту надо тяжелую колесницу. Там задание. А политическая философия у нас где? Блин, ну надо идти в политическую... Сейчас теологию открою, политическую философию уже не будем исторические хроники ускорять никак. Ну вот, грек, очевидно, пингалы уже прокачал. Не против, если город повыше, подо длину? Ну, какой? Вот, видишь, метко стояло, вот, около Гамильтона. Окей. Через веку его. Можно. О, отошел, разграбил караван, блин. Ну, кстати, это между Коимброй и Лиссабона может даже и к лучшему. Просто буду сейчас... Новый создам, отправлю на еду, на деньги. Какое имя тут? Из Коимбры и из Браги в Самарканд. Все-таки судостроение. Ну, тут, блин, видите, три разных района надо. Германец, а рядом с тобой еще кто-нибудь есть? Грек, это твой строитель у Афин. Ну, тогда мне не нравится, сколько у тебя территории. И... И заберем, просто не его, не знаю, молчит. Ничего не говорит. Германец, вот эту пустыню клюгу от Магдебурга не заселяет, хорошо? Да, нет. Нет, я уже селиться не буду. Так, пойдемте. Вот проблема, что очень долго тут города будут заселяться, понимаете? Ну, кстати, я вот, может, все-таки тут, все-таки, тоже какой-то город поставить. Вот сюда. Там-то на реке я далеко говорил, но вот тут вполне... Так, сколько у нас стоит следующий посел? Торговец, сто пятнадцать. И следующий торговец, сто пятнадцать. Так, я могу засоюзить с Женеву. нас процентов когда я не веду войну в принципе норм я мне кажется жене мы еще не скоро найдут а вон руинка а так метод убила все-таки хоть уничтожен наверно карди фон не думаю что грек туда дошел тут надо отступать при может построить строители так минус 3 давайте вера против варваров возьмем пока здесь бонус от священного места 25 вход вот это правильное сейчас суровая территория для меня однако стоим так ну и что вам строить мельница не успел выбрать блин вот я дуя найдется что не на священное место станет а вот сюда но к сожалению надежда не оправдалась не хочу пока в лучника апгрейдить так сюда бежим ремонтироваться будем может давайте все-таки перехватим защищать крутые места тому инка имху древние стены ну давайте наверно начну строить торговца и куплю торговца из браги в самарканд пока это все для гавани открываю потом пойдем в судостроение а здесь политическую философию конечно дайте грек уже в ней кстати но он конечно культуру получает за убийство юнитов понятно американец а у тебя будет кое-то ресурсный обмен а то у тебя был вот я смотрел я специально работал для сахара есть а нет куда его дел съел наверно а у меня речка разлилась понял так давайте думать ну видимо где-то вот тут надо будет город ставить все таки и исходя из этого тут делать какую-то ромашку наверно вот сюда так что там по религиям иудаизм неизвестный игрок католицизм неизвестный ну там это скорее всего испанец принял а иудаизм получается канадец судя священным клеткам тундры кто-нибудь еще там набивает пророка это вот те два неизвестных мира так все больше никто не делает религию это грек и инк я так понимаю что вы не будете религию делать я может быть воду я буду то есть не разносить к тебе да не на инка можешь ставлю на то что грек ставлю на то что грек возьмет крестовый поход кто хочет со мной давайте вот на деньги давайте 100 монет ставлю может быть опередит кто-то но если кто-то опередит я проиграю на 150 что-то уже 150 жалко что что после 70 поможет до 70 еще не возьмет финики я у тебя религия будет сюда нет и не собираемся вдруг тут будет еще рынке вот это я уже полуостров португалия если мне принесла свои давайте пингалу на науку ну пингала пока у меня плохо работает конечно я как только по накупая поселения до пингалу смог слушать а может я вот сейчас как раз поменять уже магнуса в брагу посадить пингалу соответственно в лиссабон поехали пять ходов мы потерпим не будем новых поселенцев денег хватит делать просто надо чтобы пингала заработала не бывает где у меня то извините огромный город а пингала практически ничего не дает так временный финансовые трудности бомжи проговорят амбар чтобы быстрее рос как-то грубо все получается вот здесь мне надо кампус строить получается в этом городе слышите ну просто нет ну еще неизвестно с ромашкой на самом деле то есть а может ли тогда этот город тут и поставить ну вот этого поселенца имею ввиду а блин шуми не выбирается ничего пока постоим давайте наверное вы сюда пошатла долго вести я буду уже из этого города вести когда магнус сядет тут американец но если кати плотненько но у грек как минимум тут есть территория ему явно арму надо будет забирать мне кажется как эти в шингете мини пары не проходит караваны потому что здесь ну священное место надо строить 14 ходу не 22 хода правда но тут надо вот сейчас он будет покупать клетки на производство я думаю брага и все будет норм так следующий карван мы наверное из этого города отправим улучшилась немного ситуация благодаря разливу то есть у меня вот тут вот проблема может быть с варварами я надеюсь что они там как можно позже будут появляться так пошли этим строителям опять да блин что это за просто нет это чё так много этих варваров там на кораблях так подождем ну это походу другой край пангейме такое ощущение что то она не выглядит как другой континент так навигация по звездам потом нам надо в судостроение она я поставил уже чтобы можно было плавать да и колосс так навигация позади ход значит я отложу чтобы гавань строить до кампус предварительно сюда но опять же повторю надо что-то с ромашкой еще придумать если сюда ставлю город ну наверное блин тут просто тут холм тут холм а тут вокруг нету значит наверное все таки правительственную сюда ну так она работает тогда только на один район столице блин вообще непонятно честно говоря а тут я откладываю один ход вот так а в коимбре то этот построил караван давайте святилище я пускай рост кстати будет дамбу можно рядом с городом да мне кстати вот пингала приедет у меня станет столько же науки по культуре конечно от грека я а убили лагерь там кто-то ванная дробь по поводу а что он берет хэнш кто возьмется что возьмет а да да что а блин на то что выиграет алексей ходят случаи что греция основал нет и не взял ну подождите я ну подождите это еще не факт что он больше не возьмет пока доступен греция в принципе тоже не против если ты принесешь мне свою религию ну греку бы религию приносить ему уже священное место надо я думаю он как-нибудь справиться уже лояльность идет ну там что выросли города большие блин уж не повыше поставить тогда не жадничать уже так так я гавань хочу тут я жду когда позовите не покупаю караван я из того города хочу отправить может здесь поставить ну то есть это будет сейфове по лояльности ну и нормально все равно нормальное место так продолжу пингалу они пока еще не работают но через два хода что пингала что магнус присядут в свои города и мы купим и посел и получим науку с культурой женевы я так понимаю реально никто не встретил кроме меня вот наличие большого количества скаутов если жалко что убила мне здесь скаута ну инк должен найти женеву я думаю ну а смотрите как женева работает вот тут просто видите модификатор плюс 15 процентов написано где соответственно когда мы сейчас я тут пингала у меня будет плюс 25 ой пингала даже дофига даст мне пингала здесь да смотрите он дает 10 10 науки просто за свое наличие там да и плюс он еще сверху то есть он 10 науки это еще 15 процентов от женевы это будет полторы само наличие своего 15 ну то есть даже 30 ник у меня будет больше 30 ник а по идее так лечимся купаем тут караван алексей походишь а у меня закончились торговые пути блин я думал уже все может все покупать где нашел 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 тусовку блин блин ну хочешь убей искал очень хочу ты больше его не убиваю а какая у тут чудо тут у человека калим калиманджаро с клетками 432 у кого или не ты достал вот этот варварами я достал на думал там уже все пропустим блин он уже встанет сюда наверняка давайте святилище отложим амбар построю один ход надо чтобы не за нет ни о какой амбар блин гавань конечно а у меня нету как раз жителей уже давайте просто вот так сделаем чтобы у нас производство один ход покопилось мы тут стоит вообще бонусы священного места и против варваров надо что-то в этом городе на производство может купить клеточки вот так хотя бы и закончили ход ну-ка смотрим соками сейчас будет науки когда пингала на свое место попку стаканит свою пингальскую тридцать один и семь так мы магнус приехал достача он на моей за мной есть цивилизации например финикия и америка ну из тех что я вижу так пошли сюда блин тут куча конечно еще место у людей но в собственно и у меня куча места давайте небо и финикия не помню торговать нечем пока чет как-то финикия не на море или мне кажется калилейское море 5 клеток сурово пока гавань сколько строится 9 ну я бы светилище закончил тут маяк чтобы караван я думаю что надо будет караван как-то в этом городе взять чтобы дорогу провести потому что надо будет разносить в эти города разводить точнее поселенцев по городам этим как я без дороги это организую пока у меня и армия выше больше всех и наука больше всех и денег от один вход надо вот эту этот остров осмотреть не знаю остров пока выглядит как не остров а как будто окончание нашей пангеи на самом деле непонятно так 10 ходов до конца эпохи как-то мне так давайте принимаем античную республику естественно слава богу ни с кем не воюю два золота от торговых путей естественно грек грек основал ну подожди он еще может до сих пор принять крестовый поход он все равно может принять крестовый поход все еще так плюс два влияния надали мне первый послуживная рассетка и плюс два влияния взял бы хотя давайте первый послал там священные места отправлю так и здесь содержание юнитов наверно нет кампус еще не построены давайте уменьшает стоимость клеток так и вот я хочу иерусалим отправить у нас в чем-то на на риму есть давайте отправим финики от дружба за что случайно можно получить очки эпохи случайно за все но я еще не рассчитывал там найдешь руинка получать не а руинка уже не работает второй темный век это уникальность инки португалия грек тоже дружба он сказал про второй темный век а ты че так выпадаешь еще раз и а Продолжение следует... Продолжение следует... Блин, неужели кто-то в арбалеты... А ну, оно недалеко тут... Слушайте, давайте-ка я тоже в арбалеты пойду, потому что... Ну, это неприятно... По-моему, чей-то разведчик сейчас умрет... Нет, твой дуболом угрет... Хе-хе-хе-хе... Кстати, давай вот так... Ну, предложение англичанин... Да я у тебя вроде посмотрел уже... Ну, теперь я у тебя хочу посмотреть... Ну, давай... А, это был грек... Тогда ладно... Нет, чё и... Ты для грека посмотрел... Тебе я только пришёл... Так, поплыли, наверное, уже этой... Надо тут глянуть... Так, сколько следующий... 160... Это я возвращаю... Чтобы апнуть в лучников... Да, наёмники далеко пока... Ну и... Судостроение-то, чтобы плавать можно было юнитом... Да и колоссы, в принципе, неплохо построить, я думаю... Так, а давайте... Блин, хочется разнести ислам, но... Мне, конечно, вера, в первую очередь, на поселенцев нужна... Какая-нибудь там нация... Нападу... Что? Нападу, у меня море... Ах... Я тоже баллов сломала... Так... Наоборот, думай... Что происходит... Что... Что... Продолжение следует... Продолжение следует... Пеникейц, а кто там за тобой? На тундрах? Не знаю. Ну, снизу я знаю англичанин. Где еще кто там? Кто у тебя еще в соседях? Ну, Инг слева в горах. Нет, я оттуда пришел. Слева я пришел. А, ну, справа меня никого нет. Там дальше, далеко, немец, кажется. Предложение те кинул. Там немец, Канада, Испания. За мной. Где-то. Я так не хилнул. Блин, четыре скаута, конечно, неплохо работают. Очень много я пооткрывал всего уже. Хочу карточку поставить на быстрое создание стен. Ну, то есть, не только в Лиссабоне поставить, а еще где-нибудь. В Эвери, например. В Эвери сначала нужен. С другой стороны монумент. Что по союзам? Ах ты, блин. Пусть утомительные такие варвары. Как будто умеют воевать даже выглядят. В смысле, я не хотел просто них проходить, поэтому... Блин, ты реально так ощущаешь, что это конец Пангеи другой. Все тут слишком большой остров, чтобы не быть Пангеи. И МХО. Так, где у меня тут был? Ом. Так, а Англия вообще встретила кого-нибудь? О, то есть, Америка. Это не Англия. Америка у нас, да. Двоих она еще и видит. Я просто хочу, ну, очки набрать и попытаться выйти в Золотой век. Еще один. Мы еще держим караваны, чтобы отсюда отправить и на дорогу. Блин, видите, все равно... Ну, смотрите, у меня еще тут место, тут, тут и тут. Мне еще, блин, пять городов ставить. А я без Золотого века это не смогу. Смотрите, давайте, 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 может, в Лиссабоне все-таки, блин, кого сдолго. Висячие сады только успеваю. Ну, блин, висячие сады, тогда производства мало будет. Короче, не буду на стены ставить карточку. Дострою тут стены просто, и висячие сады своим ходом, видимо. Так, я следующим ходом в Союзах. Кто-нибудь там в Союзы выходит вообще? Я вы... Я вот уже давно жду, когда кто-нибудь будет. Что-то мои соседи никак не хотят. Челиню, с тобой, наверное, культурный я предлагаю. Ну, потому что мне, я, мне кажется, караваны смогу только если инку отправлять. Наконец, Португалия. Слушай, скажи, а это конец Пангеи, да? Ну, как я вижу, да. Прикол. Короче, у нас Пангея, могу вам сказать, практически на всю карту в длину. Слушай, а что у меня лучше, висячие сады? Или большой бассейн? Ну, видимо, если вместо дамбы, то лучше большой бассейн. Это висячие сады, конечно, ускоряет рост, но... Давайте так. Успеваю. Четыре хода, а следующее пять. Так, это сюда. Ну, наверное, к чему тут одинаково? Что сюда семь, что сюда семь, так что сюда поведу. Челение предложения. А чему у Финикии-то за все плохо? У него там пустыня. И глаз сахара. Почему нормально? Ну, смотря относительно чего. А, тут варбары заколебали. Они флотилию делают, короче. По четыре галеры приходят. Так, по идее, как раз хватит денег. Ведяную мельницу я куплю. В Лиссабоне для ускорения строительства. Ну, вроде ничего так. Грек, я смотрю, военный лагерь не ставил. То есть он полководца не набивает. Стоп, набивает Инк. Инк, а зачем тебе полководец? Да, слушай. А зачем тебе полководец? А что? Ну, я просто вбил, чтобы набить очки. В принципе, у меня было слот свободно. И набить в попку кому-нибудь из соседей, да, потом. Да не, я же мирный. Как я чилинию в прошлой игре говорит, я мирный монгол. А караван к тебе отправил и территорию твою следовал торговцам. Из-за своих, из-за своей тотальной мирности. Так, что-то мне вот этот... Что-то галерка не нравится. Так, покупаем здесь караван. Ну, а еще один... Ну, пока денег нету, но, в принципе, еще один смогу купить. Блин. У меня постоянно... О, слушайте, как классно. Сам осел решил обойти. Да, давайте. Так, и пойдем. Потому что вот так сначала был путь, но с извержением вулкана, ну нафиг. Откуда вот эта галера может быть? Вообще ни одного... Ни одного этого нету. Варварского. Блин, нисячие сады линию поставят. Значит, что кто-то может сейчас... Всю игру мне расхаживать. И большой бассейн... Ну, вообще один ход, два хода осталось. Если ничего не построится, то... Я не понимаю, что куда было двигать, а кто-то зачем-то перешел. Сейчас все у нас видно. Следующим ходом никто не построит. С одной малинией. Спасибо. Увидимся. У меня специально, я получил еще... Ботами... Ботами грамм. Лишь они поводу... Поставить на новости, если не хочу их, а... Инка, ты свои метки типа для всех ставишь? Они видны всем? Нет, только для тебя. Ну, а зачем мне вот это внизу? А я кучу, вот ниже ее, а я кучу. Это ты мне ставил метку? А, нет, стой, это случайно. Ну как, я типа ее для американцев вообще ставил и для этого, для грека. Ну, типа, тут же ж нельзя выбрать, кому конкретно, двум людям. Тут же только одна. А вы театральный район уже поставили, да? Одного. А как у вас так культуры? О, грека, акрополь. Ну, это такие вот... Магия. А то бенгалов столько дает? Ну, конечно, пингало. Ну, у грека, конечно, акрополь еще стоит. Но у всех остальных пингало. А, не знаю, кстати, у испанца. У испанца пингало тоже. Алексей, продлеваем дружбу? Да, конечно. У него, Леш, у испанца пингало, кумаси и утхай. А еще кумаси у него. И аютхая, кайф. Да. А, ну да, много. Уже когда-нибудь снесу в будущем. Ну, так поспешите. Как бы с кумаси. Ну, я так понимаю, что аютхая сейчас не настолько крута. А вот кумаси там куча культуры будет. Ну, в прошлое игре... Я выхожу в золотой век. Ну, я не могу ничего с ней сделать. Она далеко, это вот кто там. С северо-запада граничится с Испанией. В общем, в любом случае... Может, мне и не идти пока скаутами вперед. То есть, мне осталось Германию по... Кокинут еще две цивилизации. Феонор и Александр. За кого вы играете? Канаду. И Германия? Ага. Вот Канады и Германия там где-то еще. Блин. Вот это жопа. Вон, американец, между прочим. Жопа. Надо убить этот швейн. Американца, не ходите случайно как-нибудь снести? А что с ним? Американец мирный. Ну, я мирный тоже. Я не хочу воевать, мне так все плохо. Так, ну, вот тут точно уже надо будет ставить театралку. Значит, соответственно... Блин, тогда тут придется... Тут, наверное, не вторую театралку, а развлекательный комплекс в Эвере. Так, ну все, золотой век. Вопрос, стоит ли мне оставлять монументальность или... Все-таки взять? Ну, у меня просто только одна гавань. А, нет, еще не золотой век, блин. Ну, я могу, например, лошадей купить. Сволочь, убила несколько караванов мне. Челиня, я там кинул. Продолжаем, дружу. Давайте Иерусалим. Мы священ... Начали еще... Хотя они пока... Он пока не работает, кстати. Давай на гипс. Давай на гипс. Кинь предложение. Видите, сколько тут... Набралось уже у него кораблей. Инк, а ты еще не в союзах, да? Нет, но я вот буду сейчас уходить. Так, туда не иду, чтобы не встретить еще цивилизации. Пока вот тут белые пятна пооткрываю. Так. Ну что, правительственную площадь тут в Элори будем ставить как-то вот сюда. Видимо. Давайте... Блин, тут, конечно, и мавзолей хорош будет. Ну, я все-таки кампус там будет. Так, ну, в любом случае, сначала мне нужны строители. Ну, я хотел, честно сказать. У меня возникла идея такая для небольшого изменения правил. Типа, нельзя отказываться от таких людей, но можно, типа, по-боюдному, так сказать, договоренно. Типа, одному человеку не нужен в Элори, а то, по-моему, наоборот, не на такой зайдет. По-моему, это так было давно, если нет. Не, ну, если он следующий, следующий же его и берет, как только ты откажешься, то, наверное, можно? Не, ну, может, просто вот там-то идея. Ну, вот, например, сейчас я отчего вспомню. Вот сейчас в Германии набивают ученого, который нарядит на священных мест науку. А, блин, я вообще хотел колосс в Лиссабоне. В следующем набиваю я, у меня больше ученых. Не, ну, рабочего надо доделать, потом колосс. Я просто к тому, что, наверное, не буду тогда убирать эту карточку. Сейчас по таким правилам играем. Вот выгоднее, если куда-то я отказаясь, там, всем именно, как раз, так сказать. Так, водяную мельницу я хотел купить. Да, все откажитесь, лучше мне отдайте. Правильно. Не, ну, я бы с вами не забрал, но мне, как бы, это... Забираешь себе, уничтожаешь его, если у тебя религии нету, зато врагам не достался. Я знаю, что-то караваны еще купить. Просто заберет какая-нибудь нубия и будет у меня священка. Пирамиды, грек пирамиды. Пятнадцать, пятнадцать, она тебе надо. Где-то пустыня даже, даже где-то пустыню нашел, прикиньте, вон в Аргасе. Так, ну мне еще надо два поселенца. Просто еще два. То есть, вот этот у меня идет сюда. Так. Еще один сюда. Сколько у нас ходов? Да, походу, мне не хватит сейчас, Вера. То есть, я к тому, надо ли мне монументальность брать, или все-таки на науку соседства... Ну вот, у грека будет много науки. Я не знаю, если у меня как бы город, я не знаю, что делать. Что лучше? Может изобразить, что у меня мало науки все-таки? Мне твои города не нужны. Далеко у нас? Я не знаю, что делать. Университеты мои уникальные. Я в этом плане. Блин, вообще их тут не видно. Так, мне и железный рудник надо построить. Какую монументальность надо взять, я думаю. О, тут Кагуана поубивала все, отлично. Если то, я могу проплыть спокойно тут. А, ну тут все понятно уже. Слушайте, а Кагуан... А, так это эти варвары стали Кагуаны. Блин, они что не поубивали. Могут возлести Батей. Я, кстати, считаюсь первым, кто его встретил. Так, ну нормально. Знаете что, давайте тогда я в Лиссабоне куплю миссионера. А, 70. Я хочу одного миссионера купить и отправить в Брагу, а потом в Каимбру. Митла. Кагуана это я... Появился из... Нормально. Кагуана из варварского... Племя не появилось. Так, ну, терявка Кагуана еще могу караваны отправить. Так, ну в принципе, даже если грек решит Самарканд мне уничтожить, то в принципе я есть куда отправлять. Вот Кардив жалко, дебильно встал. Видите, ну может он гавань построит хотя бы когда-нибудь. Я не могу к нему караваны отправить, соответственно. А, ну я еще в Бандар-Брюней могу. Кстати, Бандар-Брюней, по-моему, что-то хорошее. Ваши торговые посты в иностранных городах дают плюс одно золото. Ну, сейчас это как-то не очень. Для Португалии. Имхо. Так, поплыли в эту сторону. Ну, там мы все зачистили. Так, понятно, что и здесь не должно быть больше варваров, честно говоря. То есть, я должен биться с этой стороны. Так, сначала железо. Нет. Мне бы где-то Акведук построить еще. Так, сколько вообще караваны стоят? А, могу купить. 135. Значит, у нас доступны. Армания сделка. 12. Все, 12. Ну, давайте, наверное, из Лиссабона. А, из Лиссабона я уже все отправил. Здесь странно. А почему у меня... И вообще-то, если Лиссабона должен мочь отправить караваны, почему они не видны здесь? Прикол. То есть, из Каимбры я могу отправить, а из Лиссабона нет. Это, кстати, неверно. Очевидно, что из Лиссабона. И мне из Лиссабона должно больше даже денег давать. Потому что у меня религия принята на священные места. Какой-то бред. Нездоровый. Да, ну, короче, в следующей эпохе я сейчас начну отставать по науке. Ну, мне кажется, монументальность будет правильнее. Тем более, что в следующей эпохе обычно очень быстро проходит. Там все берут на науку, все такие... Вжум-жум, врум-врум. И уехали. Да, блин. Тупой. Кстати, по поводу колесницы. У меня там несколько ГГ-шек просило колесницу. Рекордный поводок. Создать арбалетчика. Арма вера. Ну, арма вряд ли, наверное. Арбалетчика можно. Ну, вот все берут вольнодумство, а я возьму монументальность все-таки. Мне еще два поселенца делать. Ну, вот, 30. Самарканд, 30. Почему, почему в доступных путях у меня нету... Слушайте, какой, не знаю, странный глюк, я думаю, что это... Глюк или баг. У меня в доступных путях почему-то не показывается ни один доступный путь из столицы. То есть у меня все доступные пути из любых городов, кроме столицы. Хотя, оттуда есть караваны. Ну, хотя вот это могу поставить на караваны. Давайте, наверное, уберу действительно. То есть у меня... Ну, это тоже прилично добавит. 46. Так, в Лерии монумент. Что со священным местом? Плюс 5. Но это нужен этот... Строитель. Сначала убрать лес. Кампус. 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 Плюс 3. Есть такой. Ой, спасибо. Так, ну давайте, наверное, строителя... Блин, 11 ходов чуть-чуть долго. Ладно, давайте. Строителя пока. Так, посел 200 стоит. Канада, а почему ты на тундрах ферма не строишь? Не знаю. Не знаю, еще как-то еще. Сейчас мне этого углал. Убери. Нет, посланку вернути. Так, посла куда? Антона Нариву, наверное, нет. Ангетти торговца хочет. Обращение в... Ну, наверное, пока никуда. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Продолжение следует...